Охотники Ведьмаки – идеальные машины для убийства. Среди них – легенда. Белый Волк, чье имя – Геральт из Ривии. В Велине ведьмак должен был встретиться с невгардским агентом по имени Генрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю Инкокута. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Как сейчас в Велине? Плохо, как всегда. А может, даже хуже. В этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами. А теперь он захлебнулся в крови. Войска прошли через него несколько раз. Вытоптали поля, ограбили амбары, сожгли деревню. Начался голод. Понятно. И как у вас получается управлять этим раем на земле? Не очень, честно говоря. Наши силы и так растянуты. А Велин – это сплошные топи и густые леса. Тяжело контролировать такую территорию. Многие патрули не возвращаются в гарнизон. Сразу подъедьте к дереву висельников и подберите карту для гвинта и книжку. Перед отъездом в Изиму мы как раз перешли на четвертый уровень и у нас открылась пустая ячейка для размещения умений. И есть свободное очко умений. И мы его потратим не на красную ветку, а перейдем в ветку умений и потратим на умение техники школы кота, которое дает нам увеличение критического урона на 25% за каждый элемент легкого доспеха и увеличение мощности быстрой атаки на 5% опять же за каждый элемент легких доспехов. А у нас их четыре. И размещаем его. Теперь, в принципе, мы практически готовы к выживанию на Велинских землях. Нам пока доступно только одно задание из ветки основных заданий. Нильгарский связной. Его и мы начнем сейчас выполнять. Быстрее. В ближайшей же деревне делаем остановку. Смотрим, что там на доске объявлений. Все сгребаем. И направляемся к разрушенному дому. Выбиваем дверь. За ним там в подвальчике есть сокровища. Затем надо улучшить свое оружие и доспехи. И можно ехать дальше. Кстати, в снаряжении вот сейчас у меня появились болты. Новые. Желательно их тратить, потому что болты имеют вес. Продать их нельзя. Поэтому лучше их использовать на врагах. Отъехав от деревни, тут же нам по дороге попадается жрец Вечного Огня. Выслушайте его и примите его задание. Оптимальный уровень выполнения для этого задания 3. Так что надо его выполнять поскорее. У нас уже четвертый. Вообще старайтесь выполнять задания с наименьшим уровнем. А потом уже браться за более высокие. И не спешите освобождать всевозможные деревни. Потому что задания в зависимости от уровня. Очки по ним сгорают. А очки, выдающиеся за освобождение деревни, не меняются со временем. Теперь Игния. Кого-то не добили. Трупоеды были и на первых двух могильниках. Просто я не стал на них заострять внимание. А здесь как бы не очень обычный могильник. Здесь есть какой-то наркокурьер. Сука. Не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого места. Жрецы? Договорились мы. Как обычно. Только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент. А он на нас косой. В данном случае выбираем первый пункт. Если вы берете второй, то квест получится укороченный. Ну, конечно. Жрец вас, конечно, заплатит вам денег, но меньше, чем вы смогли бы заработать. Теперь Игния. Возвращаемся к жрецу. Выбор вида диалога, по-моему, очевиден. Он, конечно, ведьмак, но втроем-то мы справимся. На костюм найдешь, чертов сын! Теперь вернемся к переправе и прочитаем объявление на доске объявлений. О, как раз есть заказ на лесное чудовище. Мы его сразу же и берем. Тем более, нужный нам заказчик находится рядом. Уровень заказа шестой. Нормально. Все это по дороге. У вас неприятности с каким-то чудовищем? Неприятности? Эх ты, ладно, выразился. Да мы, сука, в самой черной жопе. Вот такие у нас неприятности. Торговаться не буду. Квартирмейстер больше не даст. Но могу от себя добавить грамоту, с которой можно через Понтер перейти. Неплохое предложение. Посмотрю, что можно сделать. У меня диалог по поводу заказа состоялся вечером, поэтому я дождался утра. И отправился к месту. По дороге около небольшого домика нужно помочь детишкам избавиться от злобной псины. Диалоги я выбрал дать им еду. Деньги я побоялся дать. И когда в последний раз ела? Неделю назад. Лавинку жареный белый. Бывают последствия срабатывают очень поздно. Я не знаю, вдруг их потом убьют за них. Возьми-ка. Поделись с остальными. На месте преступления нас ожидают два очень злобных Альгуля. Поэтому я сразу подключаюсь к Аксии. Он на них очень эффективен. Во всяком случае, заставляет их убрать шипы и ошалеть ненадолго. На трупах Альгула пулей мы находим малые красные мутагены, которые надо тут же использовать и заменить ими зеленые. Это даст нам прибавку к атаке. Теперь можно спокойно продолжить следствие. Следы когтей, тупых зубов. Здесь пировали трупоеды. Все разграблено. Или кто-то свистнул груз уже после нападения монстра. Или наш монстр коллекционирует боеприпасы. То-то здесь не так. Пойду по следам. Идя по следам, на реке наткнетесь на агрессивную группу утопцев. Разберитесь с ними. Чудовищами оказались эльфы. А я эльфов не люблю. Еще с первого ведьмака. Выбор очевиден. Хватит вам убивать людей. Бросай оружие. Хватит вам уже убивать людей. Нет, не хватит. Умрет, по крайней мере, еще один. Айтмэ. Сражаясь с эльфами, лучше отойти под бугор, чтобы укрыться от лучницы. Или убить ее в начале. Ну, я ее в конце уконтропупил. Не забудьте забрать беличий хвост. Он нам пригодится для сдачи квеста. Ну, наконец-то. Ну как, нашел чудовище? Не было никакого чудовища. На конвои нападали эльфы из отряда с Кеатаэлей. Возьми. Это их беличьи хвосты. Вижу ты прямо, как я рассуждаешь. Хороший ты мужик. На, вот тебе обещанное золото и грамота. Счастливого пути. Теперь у вас есть грамота и вы в любое время можете отправиться в Новиград или в Оксенфурд. Хотя, если вы любите эльфов и пощадили их, то грамоту можно было бы купить здесь рядом же у торговца или дождаться, пока барон вам даст ее бесплатно. Добравшись до корчмы, не забываем про доску объявлений. Про доски объявлений вообще никогда не надо забывать. Ну и отправляемся в корчму. Здесь можно выбрать два пути. Мирный или грубый. В данном случае для интереса мы выберем грубый. Мы же не ищем легких путей. Текай отсюда. Я черный вход открою. Я еще не допил. Корчмарь! Боки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил? Ты, седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Я человек, который не любит, когда мешают пить водку. Слыхали? В него милость выискался. Может, тебе и сапоги вычистить? Не годишься ты мне сапоги чистить. Боло! Ты слыхал то же, что и я? Идите отсюда нахер, а то убью. Хватит с меня! Улупи, вонючку! Идите! Идите! Знаешь, что будет, как Барон разузнает об этом побоище? Вырежит всю округу. Никто про чужака-мутанта слово сказать не успеет. Барон цацкаться не станет. Где Гендрик? Не понимаешь, что ли, о чем я толкую? Барон такого не простит! Успокойся. Твой Барон не идиот. Не подумает же он, что мужики голыми руками положили его людей. Так где Гендрик? Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, им перцы напали. Кто такой Гендрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда. Не понять зачем. Когда закончите болтать с корчмарем, продайте ему всевозможные шкуры и прочее. Барахло. Прикупите продуктов хороших, у которых 80 единиц в секунду восстановления здоровья. деревне бароновых людей еще больше. Обо мне не беспокойся. Не хочу я нам новых хлопок. Не любишь серебро, да? нет. пошла геральт любит подраться поэтому пока едем по делам убиваем всех кто на просится где то будет одним трупом больше что тут творится трупы кажется свежей кое-кто из этих людей еще минуту назад был жив я правильно понимаю ну да грабители и убийцы и меня бесишь я не люблю когда меня бесит странный воздух как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб это дымка не торопись поди прочь не подходи прочь спокойно все уже кончилось я ищу человека по имени гендрик он живет в этом селе уже не живет что тут случилось говори по порядку не знаю что там делось страшные должно быть ведь прощай надеюсь ты обретешь покой его пытали может они что-то пропустили проверю башмаках засохшая кровь он спрятал в башмаке ключик где-то должен быть замок от этого ключа они как-то разузнали что гендрик ищет цири потому его и пытали я опоздал единственная ниточка это барон и какая-то ведьма зараза и и Субтитры создавал DimaTorzok